Мы говорим с позиции, вот как приспособиться. То есть, смотрите, мужчина должен принять характер женщины, а женщина должна принять деятельность мужчины, его привычки, его взгляды, его недостатки. Допустим, мужчина выпивает. Надо принять это. Сказать, ты мне, пьяненький, нравишься. Принять это надо. Если вы примете, что дальше произойдет? Дальше он начнет меняться внутри, потому что, когда женщина приняла мужчину снаружи, что произошло? Смотрели золотой ключик, Буратино? Что произошло? Она получила ключик. Когда она внешне все приняла в характере мужчины, все его прибабахи, недостатки, все глупости, она получила ключик, золотой ключик от тайны дверцы. Когда она его открывает, что там дальше? А там рай, да? Что происходит, когда женщина приняла мужчину полностью? Она дальше начинает с помощью энергии любви и заботы менять его внутри. Когда мужчина меняется в характере, он бросает пить сам. Почему потом? Принять. А? Если бляет. Принять. Кто говорит? Ну, поднимите руку. Принять, да. Бьет? А если женщина бьет? Женщина ничего не сделает. Если женщина бьет, ничего не сделает. Ну, вы у меня разговорились. Да я не успеваю уже на вопросы отвечать. Давайте два вопроса были заданы. Начнем с первого. Если гуляет. Ну-ка, ручку поднимаем. Если гуляет. Значит, смотрите. Все очень просто. Вы сейчас узнаете тайну, которая сидит у вас внутри. Первая тайна, которую вы не поймете. Я вам сейчас ее скажу. Вы в прошлой жизни гуляли и получили такого мужа, как наказание. Это первая тайна. Она непонятна. Это просто слова для вас. Я это знаю точно, но для вас это слова. Но я сейчас открою вам вторую тайну, как в этой жизни проявляется в вашей психике его необходимость гулять. Есть одна энергия у женщины, которая заставляет мужчину оцепенеть своей верности. Любой мужчина хочет смотреть на девушек. Жена стареет, а девушки молодеют. Веда говорится, что для девушки или для женщины все равно, какой возраст у мужчины. Лишь бы он качественно за ней ухаживал и заботился. Вот эта девушка, если на 20 лет младше мужчины, она может принять его как близкого человека, если он ведет себя так, как она хочет. Ей все равно, какой возраст. Поэтому с точки зрения женской красоты, вокруг вашего мужа женская красота возрастает с каждым днем, а ваша тает. Понятно, да, система? Или нет? Теперь как сделать так, чтобы муж не смотрел на более влиятельных девушек, молодых? Как сделать так, чтобы этого не произошло? Есть мудрый способ. Слушайте меня внимательно. Когда женщина считает в своем сердце, что это мой единственный человек, и у меня никогда не будет никого другого, она заставляет себя так считать, если у нее нет в сердце такого чувства, то тогда мужчина будет заставляем не смотреть на других. У него не будет силы смотреть, он не сможет. Но у вас внутри всегда в психике сидело одно свойство. Лучше бы я нашла себе другого. Я слишком рано взяла выбор. Услышали меня, нет? Услышали? Да. Вы согласны с тем, что я говорю? Сложный вопрос? Это не сложный вопрос, это правда, которую надо принять. Если женщина сразу считает, что это ее правильный выбор, мужчине нет шансов гулять. Смотреть на других женщин все мужчины будут обязательно, потому что проблема не в мужчинах, а в том, что женщины не понимают, что они творят. Надо понять такую вещь, что женщина, она, ей Бог дал такую силу, вот эту внешнюю, от которой нет защиты ни у кого, ни у женщин, ни у мужчин. Женская красота — это необъятная сила, с которой никто не может справиться вообще в этом мире. Понятно, да? И если женщина скромно себя ведет, она не показывает свою красоту, кроме мужа, никому, тогда в этом случае в обществе сохраняется спокойствие и нет разрухи семей. Но если у женщин возникает культура, в которой они открывают свое тело, интимные места и показывают это больше даже, чем мужа, вот смотрите сейчас, что происходит в обществе. Женщина дома носит какую-то простую одежду, когда ей надо куда-то идти, она красится, открывает все свои места, и идет там, это все показывает. Это же безумие. Надо вот это все делать дома, так ходить, веды говорят, так надо ходить красиво дома, а когда выходишь на улицу, надо поскромнее одеваться. Так неинтересно, да? Вот знаете, что когда вы одеваетесь нескромно на улице, то какому-то парню в какой-то момент сорвет крышу, обязательно, это неизбежно произойдет. Но вы уже замужем, и смотрите, что дальше происходит. Если ему сорвет крышу, у него есть возможность с вами как-то общаться, то дальше произойдет вещь, которую вы не сможете уже остановить. Я вам сейчас объясню, что произойдет. Женщина, ее от мужчин не срывает крышу. У женщины не срывает крышу от мужчин. У нее срывает крышу от того, что мужчина качественно относится к ней. Вот у мужчины, который сорвал крышу, возникает естественная потребность к этой женщине относиться очень нежно, по-доброму, ласково. И она пленяется этим отношениям, и ничего с собой не может делать. Ее психику начинает магнитить. И она, как зомби, начинает следовать за этим мужчиной и попадает к нему в постель. Если спросить ее, хотела она этого или нет, она, конечно, не хотела. Но потом, когда это произошло, она себе это объясняет так, что этот человек мне больше подходит, чем тот, который живет рядом со мной. Почему так происходит? Из бескультуре в поведении. Потому что, если женщина не показывает свою красоту, на нее никто и не будет смотреть, кроме мужа. Есть еще один момент очень важный, который вы должны знать, женщины. Что женщина, когда свою красоту отдает наружу, вот смотрите, женщине нужно в семье быть очень теплой. Теплота нужна детям, мужу, даже собачке. Нужна женская теплота родственникам. Всем от женщины нужна ее теплота. Всем вокруг, кто с ней близко связан. Родителям, родителям мужа и так далее. Всем нужна эта теплота женская. Страшно нужна. Теперь женщина, если открыла свою грудь, там все нарисовалось, пошла. Что она делает? Вот эту свою женскую энергию она раздает чужим мужикам. Когда мужчина смотрит на женщину, он наслаждается ее телом. В этот момент часть ее красоты ушла. С банковского счета сняли чуть-чуть, потом еще сняли, еще сняли. И когда женщина приходит домой, она приходит разбитая вся и нервная. Почему? Потому что то, что требуется для мужа от нее, уже тю-тю, уже съели все. Теперь, почему же эта наклонность вот так же у женщин ходить возникает? Причина заключается в том, что есть два типа людей. Одни хотят глубокой жизнью жить и в глубине чувств постигать счастье. А другие хотят просто наслаждаться жизнью и не париться. Вот когда женщина хочет просто быть счастлива, она девается так, чтобы все все видели. И она испытывает счастье в отношениях с чужими людьми, потому что это проще. Чужие мужчины всегда на женщину смотрят, как на ангела. Они же не знают ее характер. Характер женщины скрыт даже от нее самой. Даже женщина, когда смотрит на себя на зеркало, она думает, блин, какая я хорошая. Какому дураку досталась. Она искренне верит, что у нее идеальный характер. В этот момент. Даже женщина сама сбита с толку своей красотой. Не то, что мужчина. И любая женщина искренне верит, что она идеал. Любая в сердце. Если у нее есть какие-то недостатки, это ерунда. Последний всего недостатка. В чем интересно, что у женщины есть такое свойство. Она очень внимательно видит все недостатки близкого человека. И не может их забыть. И поэтому в отношениях всегда она сильнее. Потому что мужчина, он приняется красотой. Женщина забывает все ее недостатки постоянно. Когда, допустим, мужчине что-то не понравилось, и он начинает на женщину наезжать, он один недостаток какой-то называет, и она такая смотрит на него, и как пулеметом начинает его недостатки перечислять со скоростью света. И он такой... И он-то не может ничего вспомнить. Спор на этом заканчивается. Шансов нет победить. Несмотря на то, что ты видишь все недостатки мужа, надо все равно соблюдать вот это правило и соглашаться с ним. Потому что тебе кажется, что и права в тысячу раз больше. Но надо соглашаться. Таково правило любви. Потому что есть два способа жить. Один способ — позволять себе делать все, что хочешь. Тогда не будет ни любви, ни счастья. Второй способ — ограничивать себя и вести себя так, как положено. Тогда будет гармония, счастье и любовь. Больше того, ваш вопрос был очень глубоким. И он точно такой, как вы сказали. Но противоположно. Поднимите еще ручку, чтобы я вспомнил, кто вас спрашивал. Вопрос про искренность. Ну, вы, да? Вот теперь я вам одну вещь скажу, которая вас вообще поразит. Запомните. Самая большая искренность в отношениях — это когда ты играешь ту роль, которая нужна твоим близкому человеку. Если ты эту роль начинаешь играть в жизни, тогда он тебя узнает со временем такой, какая ты есть и захочет принять тебя такой, какая ты есть. Но сначала нужно играть эту роль. Но сначала нужно играть эту роль. Почему? Потому что человек нуждается в том, в чем он нуждается. И это невозможно поменять. Надо сделать так, как нужно близкому человеку. Она не так, как нужно мне в отношении. Внешне — это, кажется, просто игра. Но это не игра, это любовь. Понимаете? Я обманываю. Потому что ты обманываешь. Наоборот, обманываешь. У меня нет желания ухаживать за вами. Но я без всякого желания, потому что так надо, все равно это делаю. Вам понравится? Вы уверены? Поднимите руку женщины, которым понравится. Поднимите руку те, которым не понравится. Вот те, которые подняли руку, которым не понравится, у вас не сложится семейная жизнь. Пока вы не поменяете свое представление о жизни. Вы должны понять, что если муж старается ухаживать за вами, даже несмотря на то, что ему не хочется, это значит, что он проявляет любовь. А если ему не хочется ухаживать, и он за вами не ухаживает, это значит, что он проявляет любовь только к себе самому. Запомните, любовь — это отдача, это самопожертвование, это не проявление своих желаний. Любовь означает, что я жертвую своим интересом ради близкого человека. Это принципиальный вопрос, я настаиваю. Если вы не поменяетесь в понимании вещей, вам придется страдать семейной жизнью. Потому что любовь означает, мне не хочется, но я делаю как надо для близкого человека. По факту тоже так же. Допустим, разумный человек никогда не будет... Вот смотрите, разумный человек, он направляет человека в том, в чем человек может принять. Вот допустим, если я сейчас неразумным человек буду, я вам всю правду, матку сейчас выложу, и вы разбежитесь сразу по домам. Вы не сможете дальше слушать лекции, потому что вы испугаетесь просто всей правды. Человек не способен всю правду про себя принять. Человеку надо дать столько знаний, сколько он может переварить. Если он принимает больше, то ему становится невыносимо жить просто. Я искренне с вами себя веду или нет в этом случае? А? Кто считает, что нет? А мне искренне вас просто уничтожить, да? Это будет искренне, да? Милосердие. А? Уничтожить вас. Милосердие означает дать человеку столько знаний, сколько он унесёт. Потому что самая большая тяжесть в жизни человека — это знания. Например, если вы своей жене говорите про её характер, то, что она не может переварить, — это не милосердно. Вы должны ей сказать столько, сколько она может принять. Например, женщина капризная, сильно капризная. Чем капризнее женщина, тем больше она от себя этого скрывает. Она не может это принять, что она капризная, если она сильно капризная. И что ей надо сказать? Ей надо сказать, что ты у меня чуть-чуть капризная. И она это примет и будет меняться. Но если ты ей скажешь сильно капризной, будет взрыв, отторжение этой идеи. Поэтому надо понять такую вещь, что знание — это такая штука, с которой нельзя шутить, особенно в семейной жизни. Например, мужчина — очень гордый человек. Для мужчины гордость — это естественная вещь. Он заносчивый, он всегда себя хвалит. Как надо ему говорить об этом? Когда ты его обвиняешь и любишь, надо ему сказать, ты у меня немножко хвостунчик. И он это примет. И будет меняться. Но если ты ему скажешь, ты такой хвостун, что я таких хвостунов вообще никогда не встречал в своей жизни. Что дальше произойдет? Он не примет этого, и больше того, он посчитает это за оскорбление. И он таким оскорблением это будет считать, что потом он тебе скажет, что это самая неприятная фраза, которую ты мне в жизни говорил. Это не то, что для него будет неприятно, это для него будет как пощечина. Понимаете, да? Поэтому, допустим, муж изменяет. Не нужно об этом ему говорить. Нужно принять его таким, как есть. И начать становиться верной. Надо ему говорить, ты для меня единственный человек. Какой ты есть, такой ты есть. Ты для меня единственный. И надо ему сказать, ты очень хороший у меня человек, но чуть-чуть любишь смотреть на чужих девушек. И он это примет. И примет означает, что будет стараться этого не делать. Видите, у нас очень много заблуждений внутри. Эти заблуждения мешают нам создать отношения. Поэтому знание — это основа жизни. Надо изучать, как правильно. Точно так же, как мать с ребенком обращается очень нежно и отвлекает его от той ситуации, в которую ему разрешить нельзя. Допустим, ребенок ночью какается. Ему надо об этом говорить или нет? Допустим, ребенку пять лет, он уже разговаривает, все, ночью какается. Надо ему говорить об этом или нет? Вы ошибаетесь. Если ребенок какается ночью, для него это страшная беда. И надо просто сказать ему, говорить, у нас что-то штанишки опять запачкались. То есть он, мать, говорит, что он какается или нет? Нет, она говорит о штанишках. Говорит, у нас штанишки пачкаются. И он будет обращать внимание. Надо сделать так, чтобы штанишки не пачкались. Тогда у него будет сохраняться воля, спокойствие, сила меняться. Но если ему сказать, что ты засранец, то это будет шок для него. И он никогда не поменяется. Когда человек в шоке находится, он не может. Если человеку сказать, человек сражается, ему сказать, ты слабый воин. Он проиграет войну и погибнет. А если ему надо сказать тебе, давай будем тренироваться мячом махать, тогда он выиграет бой. Понимаете разницу? Теперь у меня вопрос. А почему мы, вот ребенок двойку получил, почему мы ему говорим, что ты двоечник? В чем причина? А причина заключается в том, что я эту двойку переварить не могу. У меня не хватает любви для этого ребенка. Я не могу справиться с его недостатком. У меня не хватает сил, и поэтому я его унижаю. Когда мы унижаем близких людей, это причина этого унижения только в том, что у нас нет душевной силы. Нет других причин. Понимаете, почему мы так ведем себя? Нет других причин. Унижение возникает от того, что я не могу это переварить просто, и все. Потому что если мать может переварить двойку ребенка, она говорит, ну, понятно, понятно, пойдем кушать. А потом сядет рядом с ним и будет разговаривать. Спросит, как ты считаешь, почему так вот получилось, что в дневнике что-то неприятное у нас возникло? Смотрите, когда она такой вопрос задает, для того, чтобы разум у человека работал, для этого психика должна находиться в спокойном состоянии. Когда родители давят на ребенка, ребенок теряет разум, он ничего не соображает в это время. Но когда она неспокойно воспринимает, мать переварила, все, причем сразу нельзя о двойке разговаривать, надо помолиться, пожелать всем счастья, успокоиться. Потом, когда ребенок сел кушать, надо сесть нежненько с ним, покнакормить его. Когда он поел, уже успокоился, надо сказать, что-то в дневничке у нас некрасивое стоит. И потом спросить его, сынок, а что, вот как это произошло вообще, объясни? И он скажет, ну как, как? У меня училка не то спросила. Я хотел, чтобы она вот этот вопрос задала, но она мне, блин, спросила то, что я не хотел. И надо понять тогда, в чем причина. Причина заключается в том, что у этого ребенка не хватает возможности внутренней изучать этот предмет. Но есть много-много причин, которых мы не знаем. Когда мы испытываем боль от близкого человека, мы начинаем считать его врагом. Если мы считаем его врагом, что происходит дальше, он становится врагом. Вот я вам сейчас раскрою эту ситуацию, двойка у ребенка. И вы увидите, что нет никакого смысла его в этом ругать. Больше того, ваша ругань на него разрушает его жизнь полностью. Вот смотрите, объясняю. Основные причины получения двойки. Первая причина. Как вы думаете, ребенок во всех направлениях может развиваться одинаково сильно или только в одном? Только в одном. У каждого человека есть только в одну сторону способности. А все остальные стороны блокированы. Они не развиваются, потому что ему надо развиваться там, как цветочек. Он может только красным раскрыться, он не может красным, желтым, серым сразу, понимаете? У него только один цвет, всего одного цветка. И так ребенок, допустим, склонен изучать математику. Но по литературе у него ничего не получается. Смотрите, два типа родителей. Если родители любят ребенка, они что делают? Вкладывают в литературу, в математику. То есть литературу не обращают внимания. Но получают двойки, это не его природа литература, его природа математика. Они вкладывают в математику, и он как ракета летит в сторону математики, и во всех остальных направлениях у него пробелы. Но понимаете, потом шлейф расширяется. Когда человек творчески живет, он очень сильно увлечен чем-то. Эта увлеченность постепенно его спектр жизни расширяет во всех направлениях. Но когда мы начинаем долбить литературу, то в математике тоже развития не будет, потому что нам все равно, что он пятерку по математике получил, он двойку по литературе получил. Мы начинаем его там долбить, а там ничего не поменяется, потому что это не его природа. Он никогда по литературе не сможет получать хорошие отметки. А психику вы его уничтожите. Возможность развиваться уничтожите и сделайте тупорем. Он перестанет быть разумной личностью. Он вообще ничего учить не захочет потом. И вырастет человеком, который ничего не хочет делать. Это одна причина. Я только одну вам назвал причину, почему человек двойку получил. Это 99%. Но есть еще другие причины, которые тоже бывают. У меня был в жизни такой случай. Мать обратилась ко мне, одного ребенка. У него были хорошие отметки по всем предметам. Более-менее. Природа своя, конечно, была. Но в целом ребенок хорошо учился. Девочка хорошо училась. Но вдруг неожиданно девочка начала плохо учиться. И учительница сказала, что причина заключается в том, что девочка связалась с плохими людьми, детьми. Такое тоже бывает. Но я не стал воспринимать девочку как врага. Я попытался понять, что с ней происходит. Я начал разговаривать с девочкой и обнаружил, что у нее настолько тяжелый астрологический период идет, что если дальше ее заставлять учиться, то она просто окажется в психушке. И это окажется, произойдет очень скоро. Когда я доложил об этом матери, она не поверила мне. Я говорю, хорошо, раз вы мне не верите, пойдемте к психиатру. Они пошли к психиатру. И когда родители показали психиатру ребенка, он провел все исследования и сказал то же самое, что этот ребенок скоро окажется в психушке, если вы не поменяете условия его жизни. А знаете, какая смена условий жизни должна была быть? А смена такая, что ребенок должен на последнем году обучения закончить обучение немедленно и ждать, когда этот плохой период пройдет, а потом учиться уже с более младшим классом. Вот такое надо было принять решение. И родители приняли такое решение. И ребенок остался им благодарен, потому что потом, когда плохой период ушел, он восстановился и закончил образование. Многие из вас не согласны с тем, что я сказал. Почему? Потому что ваше желание хорошего табеля и чтобы ребенок вместе со всеми развивался, больше, чем желание принять этого человека в свою жизнь. А ребенок мог просто в психушку попасть на всю жизнь, понимаете, из-за этого желания. Теперь у меня к вам вопрос. Я задаю вам вопрос. А кто из вас вообще хоть раз подумал о том, чего может ваш ребенок, а чего не может? Подумайте об этом. Не надо поднимать руку, а просто подумайте. Потому что мы настолько зациклены на себе, что мы не видим вокруг себя ни своих детей, ни своего мужа. Нам никто не нужен. Нам нужно только от них то, чтобы я был счастлив. Что родителям нужно от ребенка? Чтобы у него в дневеке были пятерки. Это приносит им счастье. Но ребенку это счастье не приносит. Потому что ребенок должен развиваться только в одном направлении, а не во всех сразу. Вот это принесет ребенку счастье. Оттверждение. Нормально, но все равно у него есть какая-то своя природа, которую надо искать. Я сейчас не говорю об оценках. Я сейчас говорю о нас и детях. Понимаете? Я говорю о том, чего мы хотим друг от друга. Я говорю о том, что родители так же эксплуатируют своих детей, как муж эксплуатирует жену, как жена эксплуатирует мужа. Мы находимся очень глубоко в этой психической ситуации все. Без исключения. Понимаете? Поэтому мы гробим друг друга в жизни. Пытайтесь это понять. Я вам сейчас глаза открою конкретно. Поднимите руку, кто из вас в жизни хотя бы раз показывал при устройстве на работу табель со своими отметками. Поднимите руку, пожалуйста. Смотрите в зал. Поднялось 8 или 10 рук. Здесь сидит 600 человек. Какова вероятность, что вы покажете табель, что ваш ребенок покажет хотя бы раз при устройстве на работу табель со своими отметками? Какая вероятность? Какие 8%? Почитайте. Здесь сидит 600 человек. Меньше 1%. 8 человек и 800. Ну да, ну хуй. Ну хорошо, полтора. Полтора. Теперь у меня к вам вопрос. Из-за этих полтора надо убивать ребенка или нет? Я ни разу не показывал свой табель с отметками никому. Вообще никогда. Зачем тогда надо было убиваться? И я не убивался. Я в медицинском институте учился плохо. Так как моя мама знала, что со мной ничего не сделаешь, поэтому она ничего не делала. Все свободное время я лечил людей. Приходил в палату и занимался пациентами. Учился понять человека. Учился им помочь. И тройки получал. На лекции почти не ходил. И мой проектор по медицинскому институту узнал, что я не хожу на лекции. И начал готовить меня к отчислению из медицинскому институту. Это было на четвертом курсе. И так как Господь не хотел, чтобы меня выгнали из медицинскому институту, поэтому так случилось, что сын, это декан моего института, сын проектора по учебной части, упал с пятого этажа, его столкнули с окна и разбился. И отец его, травматолог, выдающийся человек, буквально его склеил. Но в одном месте на руке у него не заживала рана. И он как бы собрал своих друзей всех и начал спрашивать, в обычной медицине не помогает. Вы знаете кого-то в нейтрадиционной медицине, кто у нас есть, кто может помочь? И многие сказали, ну у нас такой студент есть, который занимается очень эффективной нейтрадиционной медициной. И этот проектор, он начал меня приглашать, я начал там точки массировать и все прочее, и начало все срастаться. И в это время подготовили документ об отчислении. Когда проектору показали этот документ, он его отложил в сторону и устроил следующую ситуацию. Во время лекции пригласил меня полечить сына и пригласил декана моего факультета к себе в гости. Когда декан пришел, он увидел меня, говорит, вот ты где, мой хороший, во время лекции. Вот, я говорю, да, вот это правда. И тогда проектор по учебной части посмотрел на декана и сказал, это мой лечащий врач. Прошу любить и жаловать этого человека. И потом я спокойно дальше лечил, всех пропускал лекции. У меня не было проблем. Я не немножко хвастунишка, я очень сильно хвастунишка. Кто сказал, поднимите. Я с вами согласен, что я хвастунишка. Но я вам еще сейчас одну скажу, одну вещь. Если вы не будете снисходительно относиться к лектору, к старшему, то вы не сможете слушать его лекции и не сможете получить знания. Знания получают только те, кто снисходительно относится к старшему. Все остальные не смогут их слушать. Потому что очень важно не совершить оскорбления на старше. Но я принял ваши слова, вы правы. Если бы в зале сидела моя жена, она бы сказала, это правда. Но так как я должен вас воспитывать, я поэтому немножечко вам раскрываю какие-то вещи очень важные, которые надо знать. Есть три типа мышления. Первый тип мышления — невежественная жизнь. Мой муж виноват в моих проблемах. Выхода нет вообще никакого. Шансов нет ничего исправить. Это безнадега. Второй тип мышления — мы оба виноваты, но он больше. Это страсть. Выход есть. Постепенно будет ситуация меняться. Но сначала не будет никаких вариантов, пока мышление не поменяется. Третий тип — вариант мышления. Я во всём виновата в своей судьбе. А у него своя судьба. Но я должна сначала исправить себя. Это благость. Вот теперь движемся дальше. Благость помогает человеку изменить свою судьбу в том случае, если человек, приняв ситуацию, движется в нужном направлении. Нужное направление — это духовная жизнь. Она даст вам силы принять ситуацию. Вот что вам сейчас делать? Вам очень больно от того, что муж пьёт. Вам надо начать молитву. Или настрои какие-то. Я желаю всем счастья, поклоняться святости. У вас есть что-то святое в жизни? Что именно? Ну, какой объект поклонения у вас? Кто конкретно? Николай. Замечательно. Вы оформили свои мысли сейчас. Берите изображение Николая Угодника. Ставьте перед собой. Включайте свечку. Включайте духовную музыку, которая в вас вдохновляет рано утром. Начинайте ему кланяться. И в своём сердце говорите, «Я хочу принять свою судьбу. Я хочу тебе служить». И поразносите молитву. «Я хочу, чтобы всё, что ты мне дал в жизни, Господь, чтобы я это приняла с терпением и с нисхождением. Пожалуйста, дай мне в моё сердце силу, которая позволит мне принять свою судьбу. И когда Господь вам эту силу даст, вы почувствуете, что рядом с мужем пьяницей вам спокойно стало. Это первый шаг к победе над своей жизнью. Самый первый шаг. Он даст силу и уверенность. Дальше следующее, что делаете. Вы приняли его благодаря духовной силе. Не сами. Не то, что я такая хорошая, я теперь его приняла. Это просто Бог помог. Теперь движемся вперёд. Дальше вам нужно начать акцентит. Когда вы отдышались, вам уже не больно. Когда человеку больно, он говорит только о своей боли. То есть это значит, что сейчас нет смысла сейчас с мужем строить какие-либо близкие отношения вообще. Просто выполнять свои обязанности перед ним, служить ему, но не говорите с ним близко ни о чём. Потому что эта речь, беседа всегда приведёт к боли. Означает, что вы будете тыкать ему в то место, которое будет разрушать. Но когда вы успокоились, приняли его, дальше вы должны делать следующее. Вы должны взять, написать все его недостатки и все его хорошие черты характера. И во время молитвы дальше упоминать все его хорошие черты характера и просить Бога забыть о его недостатках. Когда вы это сделаете, то вы дальше должны мужу говорить начать. Когда у вас сердце утвердится, его хорошие черты, вы должны мужу начать говорить о его хороших чертах. И когда вы будете поливать его мёдом, он станет самедовым. А если вы его будете испражнениями поливать, то он станет обычным мужиком. Понятно, да? То есть женщина — это благословляющая сила, это энергия меняющая. Мужчина — это сила действующая, а женщина — это сила пассивная, но благословляющая. Женщина с помощью своих слов меняет полностью своего мужа. Есть такие исследования, которые показывают, что как женщина относится к мужу, так к нему относятся все сотрудники. Это происходит подсознательно. Женщина формирует представление о себе у мужа благодаря своему отношению. Например, если женщина говорит, «Ты у меня очень серьёзный человек». Это значит, что все сотрудники будут считать его серьёзным, потому что он сам так считает. Это мнение мужчине о самом себе. Если она говорит, «Ты у меня пьяница», значит, тогда все будут относиться к нему как пьяницы, и он сам себе будет так относиться. Если она говорит ему, «Ты у меня очень честный человек». Это правда, потому что я это вижу. Я вам сейчас много чего перечислю про вашего мужа. Он честный человек. Раз. Он добрый человек. Два. Он ранимый человек. Три. Он пьёт, потому что его сломала судьба. Четыре. Но это не значит, что он пьяница. Вот. Дальше. Этот человек, он... никогда не изменяет. То есть он искренний очень в отношении. Пять. И так далее. Но вы мне не сказали ничего об этом. Вы мне сказали, что он пьёт. Это означает, что вы делаете, поливаете его испражнениями. Если вы будете его поливать испражнениями, то он будет каким? Скользким и вонючим. Если вы его поливаете счастьем, энергии счастья, он станет мягким и пушистым. Выбирайте, что вам нужно в жизни. Но для того, чтобы его поливать теми качествами, которые я в нём увидел сейчас, вам надо совершать молитву в своём сердце. Потому что беда у человека только одна. Она заключается в том, что он ждёт счастья не изнутри, а извне своей жизни. Поэтому вы и страдаете, что вы ждёте, когда он перестанет пить. А он никогда не перестанет пить. Это безнадёга так жить. Безнадёга думать, что кто-то должен не подарок в жизни принести. Вы должны сначала научиться принять судьбу, потом дальше научиться видеть в нём хорошее, а потом говорить с ним об этом хорошем. И тогда ваш муж расцветёт. Это гарантия. Потому что сейчас только вы одной делаете, вы его добиваете, ломаете всё больше и больше. Он и так надломан от жизни. Но вы его ломаете больше, и он ломается больше. Вот и всё. Теперь у меня к вам вопрос. А почему? Какие черты характера способствуют тому, что он пьёт? Вот не бывает же так, что мужчина пьёт, а женщина хорошая. Вот что вас заставляет его пить? Жестокая сила. Не просто сила, а жестокая сила. Понимаете, в этом мире все одинаковые. Все одинаковые. Нет, никогда такого не бывает, что один лучше, другой хуже. Просто есть женская природа, есть мужская. Мужская природа пьёт. Это значит, если мужчина пьёт. Он очень слабый. Какая женщина ему достаётся, значит? Жестокая. Он слабый. Женщина жестокая. А если мужчина жестокий, какая ему женщина достаётся? Слабая, депрессивная. Но запомните, в этом мире, в этом мире, всегда в отношениях прав кто? Только женщина. Только женщина. И причина, почему только женщина права одна, потому что женщине очень трудно видеть свои недостатки по природе. С другой стороны, недостатки мужчины всегда наружи. Но есть одно правило. Если мужчине женщина указывает на недостатки, то он никогда их не сможет увидеть. Потому что она таким образом пьёт ему по больному месту, у неё разум закрывается, он не способен увидеть недостатки. Запомните, женщины, недостатков у вас и у вашего мужа одинаковое количество. Просто они разные, и поэтому вы не знаете об этом ничего. Я больше не буду делать этого хирургического вмешательства ни над кем. Я сделал это с этой женщиной, это только по одной причине. Потому что она очень сильно, духовно сильный человек. Она способна принять правду. Поэтому я увидел это, и поэтому я это сделал. Она уже давно занимается работой над собой. И она способна к тому, чтобы с собой такую работу сделать. Но это полезно было услышать всем. Для чего? Для того, чтобы понять, что у меня то же самое. Нет никакой разницы. Кто сказал, поднимите ли? Белорусы очень сильные люди. Я это знаю досконально. У меня с Белоруссией очень много в жизни пересекалось. В детстве я ездил с пионерским отрядом в Хатынь. Смотрел на эти трубы. Был в партизанских лесах. А потом полтора года я служил в Ручьи. В танковом батальоне, который там стоял в это время. То есть я жил в Минске полтора года. 28 лет назад. И поэтому вы для меня как родные. Я чувствую белорусов хорошо очень. И я тогда заметил, что белорусы очень сильные люди. У них очень сильный такой спокойный характер. Равновешенный, сильный такой. Они очень медленные, но верные в своем движении вперед. И вот еще одна женщина захотела операцию. Немедленно. Поднимите руку. Вы уверены, да, что вы хотите операцию? Еще какая черта у мужа? Жадность. Что у женщины, да? Вроде бы у меня все нормально, да? Это нормально. Женщины всегда считают, что у них все нормально. Смотрите, есть два недостатка, которые являются противоположными. Они очень легко понять. Вот смотрите, допустим. Если я стою в очереди, допустим, и передо мной стоит жадный человек. И он такой всех расталкивает вперед. Или наоборот, за мной. Он меня расподминает и встает впереди. Потому что надо быстрее купить жадный. Ему тяжело. Что у меня возникает по отношению к нему? Злоба. Это называется злоба. Вот злоба и жадность — это как две стороны одних весов. Когда увеличивается злоба у одного родственника, у другого увеличивается жадность. Когда у одного увеличивается жадность, у другого увеличивается злоба. Они как вот две штуки, которые всегда уравновешивают друг друга. Такие необычные весы. Здесь больше становится, здесь тоже больше становится. Вы согласны со мной? Вы не готовы, значит. Вот та женщина была готова. Вы не готовы. Видите, вы не готовы. Вы не готовы. Вот она не принимает от меня. Я могу вам доказать сейчас в пять секунд. Но я не буду этого делать. Потому что вы не готовы. Потому что вы, наверное, или первый, или второй раз пришли на мою лекцию, да? Первый. А вы? Я слушала вас по интернету. А сколько вы слушаете? Я? Ну вот эта женщина. Вы сколько слушаете, да? Нет, я, но немножко. А вы? Уже полгода точно. Ну видите, вы пять лет как-то странно слушаете. Что вы не готовы меня принять как старшего. Нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.